Азербайджан в равной степени обеспечит все права человека обеих общин Нагорного Карабаха после восстановления территориальной целостности. Об этом сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке, Питер Тейс, комментируя провокационную статью репортера Доминика Эстрати. В своей статье репортер Доминик Эстрати с большой помпой пропагандировал так называемые всеобщие выборы, прошедшие в Нагорном Карабахе, который является суверенной территорией Азербайджана. Это выборное шоу было организовано армянскими зачинщиками этнических чисток и геноцида, совершенных против, ни в чем не повинных граждан Азербайджана, в течение последних трех десятилетий, сказал американский эксперт. Именно вооруженные силы Армении проводят регулярные разведывательные операции и ежедневно нарушают режим прекращения огня на линии соприкосновения. Превращая Южный Кавказ в опасную горячую точку, которая может привести к значительным беспорядкам в остальной части Европы. В своей статье Эстрати освещает текущее состояние региональной безопасности на Южном Кавказе с помощью дезинформации, создавая впечатление, что этническая и социальная структура Нагорного Карабаха не изменилась за последние четыре десятилетия. При публикациях такого рода, мы являемся свидетелями пугающего раскола между принципами международного права и людьми, называющими себя журналистами, которые отказываются сохранять профессиональную этику и публикуют статьи о выборах, которые по сути являются фарсом, сказал эксперт. Статья Эстрати, является ярким свидетельством нарушения профессиональных стандартов журналистики. И, прежде всего, оказывает поддержку группировки военных преступников, чьи действия запятнаны жестокими злодеяниями и преступлениями, совершенными против, ни в чем не повинных гражданских лиц, женщин и детей Азербайджана. Эстрати в своих позорных умозаключениях, грубо отверг концепцию суверенитета национального государства, и действенным образом узаконил политическую траекторию преступников, которые должны предстать перед судом за злодеяние против человечества. Статья Доминика Эстрати, перечит вестфальской системе международных отношений, и опровергает понятие государства, основанного на принципах вестфальского мира, суверенных государств. Фактически, Армения состряпала вымышленные всеобщие выборы на оккупированных территориях Азербайджана, в то время как такие журналисты, как Эстрати, намеренно прокладывают мин на ее поле дезинформации, пытаясь на этом нажиться. Однако он забывает простую истину. «Не рой ему другому, сам в нее попадешь», — отметил Тейс. В частности, в статье освещается предвзятая информация, искаженные исторические факты, и продвижение режима, который не признан Генеральной Ассамблеей ООН. В заключении хочу подчеркнуть, что единственным законным представителем Нагорного Карабаха является председатель азербайджанской общины, Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, Туралгин Джалеев. На случай, если Доминик Эстрати не знает. Нагорно-Карабахский регион Азербайджана готов к более обширному межобщинному диалогу с армянской общиной, во имя мира и экономического прогресса. Нет сомнений в том, что территориальная целостность Азербайджана будет полностью восстановлена, в самое ближайшее время. А право человека, и гражданские свободы обеих общин Нагорного Карабаха, будут в равной степени защищены на самом высоком уровне, в соответствии с Конституцией Азербайджана, подытожил эксперт.